Разнообразен лик нашей планеты. Условия жизни в разных ее частях не одинаковы. Где-то дуют холодные ветры, а теплых дней в году бывает так мало, что зима кажется вечной. Где-то напротив почти всегда тепло и не бывает холодов. Такие различия объясняются тем, что в разных уголках земли сложились определенные природные зоны, положение которых определяется в первую очередь соотношением тепла и влаги. Основными природными зонами земли являются арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни, субтропические, переменно влажные или муссонные, а также влажные экваториальные леса. В Арктике и Антарктике образуется особый ландшафт, который называется арктическая или полярная пустыня. Она отличается крайне скудной растительностью, способной существовать среди снегов и ледников. На арктическом побережье расположены многочисленные птичьи базары, на которых гнездятся кайры, чистики, чайки. Кроме них в полярных пустынях встречаются лемминги, песцы и овцы-быки. Однако истинным властелином этих мест является белый медведь. Он охотится на различных тюленей, выбирающихся на берег или прибрежный лед. Между тундрой на севере и тайгой на юге, в северном полушарии земли располагается зона леса тундры. Она тянется с запада на восток узкой полосой, ширина которой колеблется от 30 до 400 километров. Из-за низкой температуры, вечной мерзлоты и сильных ветров, растения в тундре низкорослые. Здесь встречаются полярная ива и карликовая береза. Это настоящие деревья, только во много раз уменьшенные, высота которых не превышает 20-25 сантиметров. Кроме них в тундре растут различные травы, пушица, дриада, осоки и маки, а также мхи или шайники. Важнейшим из них является ягель, которым питаются северные олени. Обитающие в тундре животные хорошо приспособились к ее суровым условиям. Многие из них, прежде всего птицы, а также северные олени, на зиму покидают тундру или откачевывают к югу. Однако некоторые животные живут здесь постоянно и активны даже зимой. В поисках пищи перемещаются под снегом лемминги, а на поверхности их выслеживают песец и полярная сова. Обширные пространства северного полушария и Евразии и Северной Америки заняты хвойными лесами, образующие особую природную зону тайгу. Она занимает около 10% всей поверхности суши. Различают светло-хвойную тайгу, основу которой составляют различные виды сосен и лиственниц, и темно-хвойную тайгу, образованную елью, пихтой и кедровой сосной. Из-за того, что под полок хвойных деревьев проникает мало света, в таежных лесах практически не развит подлесок. Важнейшими древесными породами, образующими тайгу, являются ель, сосна, пихта и лиственница, а среди кустарников – можжевельник, жимолость, смородина. Под ними растут черника, брусника и очень немногие травы, такие как кислица и грушанка. Богат и разнообразен животный мир тайги. Здесь встречаются лось, морал, кабарга, бурый медведь, волк, рысь, собуль, брундук, белка. Среди таежных птиц обычные глухарь, кедровка, клест. Южнее тайги, где больше тепла и нет мерзлоты, произрастают лиственные деревья – осины, березы, клены, липы, дубы. Они образуют лесной пояс умеренной зоны, тянущейся через всю Евразию от Западной Европы до Дальнего Востока, а также через всю Северную Америку от Тихоокеанского до Атлантического побережья. Если лиственные и хвойные деревья растут вместе, образуется смешанный лес. В широколиственных лесах деревья стоят значительно реже, чем в тайге. Поэтому сюда попадает очень много света и образуется густой подлесок из молодых деревьев и кустарников. Широколиственные леса образуют дуб, граб, бук, липа, клёны и ясени. Под их пологом растут лещина, жимолость, бузина и разнообразные травы, многие из которых зацветают ранней весной еще до распускания листьев на деревьях. В широколиственных лесах живет большое количество диких копытных – зубр, косуля, благородный олень, кабан. Кроме них здесь обитают заяц, лиса, волк, бурый медведь. Среди птиц характерны сойка, кукушка, сова неясыть, а из насекомых – украшение этих лесов, жук, олень. Обширные области Евразии, в которых много тепла, но недостаточно влаги для существования деревьев, заняты травянистой растительностью, прежде всего злаками. Это степи. Они протянулись почти непрерывной полосой от восточной Европы до среднего течения реки Амур. В Евразии на границе лесов и степей образуется особая зона лесостепей. В ней лиственные леса чередуются с участками разнотравных степей. В нашей стране лесостепи тянутся сплошной полосой от среднерусской возвышенности до предгорий Алтая. Среди степных растений преобладают злаки – ковыль, тепчак, мятлик, овсец, нередко образующий плотный травянистый покров. Среди других растений встречаются разнообразные полыни, а также луки и тюльпаны. Незабываемые впечатления производит цветущая весной степь, похожая на яркий персидский ковер. Характерными птицами степей являются дрофа, степной орел и степной жаворонок. Встречаются в степях и хищные звери, такие как степная лисица – корсак и степная кошка – манул. Живущие в степях грызуны, суслики и сурки строят сложноустроенные норы, порой напоминающие миниатюрные города. Большинство копытных, встречающихся в степях, обладают острым зрением и способны к быстрому и длительному бегу. Это прежде всего различные антилопы – сайгаки и дирены. При слове «пустыня» мы представляем море песка под палящим солнцем. Переносимый ветром песок образует барханы и дюны. Если на них нет растительности, то за год они могут переместиться на несколько десятков метров. В некоторых местах встречаются так называемые «поющие барханы», когда развиваемый ветром песок издает характерный звук. В нашей стране поющий бархан Кумтар-Кала, расположенный в Дагестане, является памятником природы. Крупнейшими песчаными пустынями являются Ливийская пустыня, Большая пустыня Виктория, Каракумы и Козылкумы. Самыми распространенными пустынями на земном шаре являются каменистые пустыни. Их галечниковые или щебнистые ландшафты поражают почти полным отсутствием жизни. Участки таких пустынь встречаются в Северной Африке, на Равийском полуострове, в Средней Азии и горах Южной Сибири. Между степной зоной на севере и пустынями на юге образуется особая зона полупустынь. В ней сочетаются участки со степной и пустынной растительностью. В Евразии полупустыни тянутся сплошной полосой от прикаспийской низменности до восточной границы Китая. Благодаря длинным корням и плотным мелким листьям, нередко превращающихся в колючки, пустынные растения существуют в условиях высоких температур и крайнего недостатка влаги. Они не образуют сомкнутого покрова и часто растут далеко друг от друга. В песчаных пустынях Средней Азии растут белый саксаул, песчаная акация и верблюжья колючка. Обитающие в пустынях животные способны не только достаточно быстро перемещаться по разогретому грунту, но и подолго обходиться без воды. Это прежде всего разнообразные ящерицы, змеи и черепахи, а также насекомые, фаланги и скорпионы. Многие животные активны ночью, когда спадает дневная жара. Среди них различные грызуны, тушканчики и песчанки, а также охочащиеся на них хищники гиена, каракал и лисица фенек. Среди копытных в пустынях обитают жираны, а также одомашненные в далекой древности верблюды. За свою выносливость и надежность их называют кораблями пустыни. В экваториальной зоне Африки, Индонезии и Южной Америки держится высокая температура воздуха и выпадает очень много осадков. Это является главной причиной наличия в этих областях вечно зеленых влажных лесов. Севернее и южнее экваториального пояса располагаются муссонные леса. В отличие от влажных, вечно зеленых лесов, здесь четко выделяются сухой и влажный период. Их смена определяется особенностями движения воздушных масс и количеством выпадающих осадков. Экваториальные леса поражают разнообразием растений, многие из которых имеют яркие и необычные по форме цветы. Это настоящее царство орхидей, самых удивительных и красивых цветов на земле. Кроме них, в экваториальных лесах встречаются разнообразные пальмы, цикропии и тюльпановое дерево. На одном гектаре экваториального леса может произрастать более 50 видов деревьев. Выдающийся английский биолог Альфред Рассел Уоллес говорил, что в тропическом лесу легче найти 100 видов деревьев, чем 100 их экземпляров. В экваториальных лесах живет огромное число самых разнообразных животных. Под пологом леса находят пищу разнообразные копытные, дикие свиньи, топиры, олени, копибары, на которых охотятся крупные дикие кошки, леопард и ягуар, а также крупные змеи, анаконда и сетчатый питон. В кронах деревьев перекликается множество птиц и обезьян, а между стволов летают яркие бабочки. В горах с изменением абсолютной высоты над уровнем моря изменяются температура, давление и влажность воздуха. Благодаря этому от подножия гор к их вершинам закономерно сменяются различные природные зоны. Так возникает высотная поясность. Правда, полного сходства между равниной и высокогорьями нет. Например, в горных тундрах нет смены полярных дня и ночи.